Всем привет! Сегодня мы обсудим, какие же преимущества дает ВНЖ в Турции. Давайте разбираться. На канале Turki Space я Олеся. Я Владимир. Погнали! Самое первое и самое очевидное преимущество это беспрерывное нахождение на территории Турции, без головной боли с подсчетом легальных дней. Получили ВНЖ на один год, например, и живите себе спокойно в течение этих 12 месяцев. При этом многократно выезжайте, въезжайте, сколько угодно раз, так же спокойно. Второе преимущество это бесплатное получение курсов турецкого и английского языков в государственных университетах. На примере СМЭК от Стамбульского университета. Мы, кстати, пользуемся такой вот услугой. Третье – это облегченные условия при оформлении банковской карты и получении доступа к мировой финансовой системе. Без всяких там депозитов, залогов, вхождений по банкам, уговариваний, разговоров. Просто пришел, оформил, получил. Четвертое – бесплатное образование для детей в государственных турецких школах. Но образование ведется только на турецком языке. Для этого нужно обратиться в школу по месту пребывания. При этом неважно, живете вы в своем жилье или олимпуете его. Необходимо взять адресную выписку о прописке. Тогда ребенка без проблем возьмут в учебное заведение. Как эту выписку взять вот здесь и смотри. Пятый пункт – это получение качественной медицинской помощи в рамках медицинского страхования. Шестой пункт – при проживании на территории Турции в течение года ПВНЖ вы получаете право на покупку государственной страховки, которая существенно расширяет услуги медицинской помощи и покрывает 100% затрат на нее. По сути, это как полис УМС. Но только ты за него платишь. Не как у нас в России, допустим, мы же тоже оплачиваем УМС, но это делает работодатель. То есть это непрозрачное налогообложение называется. А здесь ты просто сам берешь и покупаешь. Седьмое. При наличии ВСЖ вы с легкостью можете купить автомобиль на территории Турции и получить возможность им пользоваться всем членам семьи без оформления доверенности. Восьмое. При наличии водительских прав сдавать экзамен заново не нужно. Если у вас есть ВНЖ. Раз, ты знаешь где, да? Е-е-е, куда ты? Куда ты мне? Нас отпусти, придурок! Нас отпусти! Девятое. Если прав нет, то можно пройти обучение и сдать экзамен по упрощенной схеме. Плавника! Я тебе сколько раз выдавил? Плавника отпускай! Плавника! Плавника отпускай! Ага, ага, все, не знал. Десятое. Появляется возможность получения ипотеки на покупку недвижимости по упрощенной схеме. Вот это поворот! Одиннадцатое. И немаловажное. Становится гораздо легче снимать квартиру. Так как местные гораздо охотнее сдают квартиры иностранцам, которые уже имеют ВНЖ. Да. Двенадцатое. При наличии ВНЖ значительно легче получить разрешение на работу, чем без него. Без ВНЖ иностранцам доступны сезонные виды занятости. Это продавцы, аниматоры, туристические гиды, персонал в отелях, ресторанах. А вот при наличии уже ВНЖ и разрешения на работу, перспективы существенно расширяются в плане вакансий и что касается даже уровня заработной платы. Тринадцатое. При наличии ВНЖ появляется возможность подтверждения своих дипломов об образовании. Кликнул, увидел, че надо, выделил. Картинку, бац, ютюб, опа, и посмотрел. Все, я образованный чек, могу отпечатать. Четынадцатое. При наличии ВНЖ открытие собственного бизнеса в Турции. Распространенные виды бизнеса в Турции – это салон красоты, магазины, кафе, рестораны, детские образовательные учреждения, какая-либо другая фирма или предприятие. Открытие и регистрация компании происходит по такому же алгоритму, как и для турецких граждан. Отличие – необходимость перевода на турецкий язык и нотариальное заверение всех документов. Пятнадцатое. Получение долгосрочного ВНЖ. На долгосрочный ВНЖ могут претендовать иностранные граждане, которые на протяжении 8 лет продлевали турецкий вид на жительство. При этом их срок пребывания за пределами страны за последние 5 лет не превышал 365 дней, а за год не более 180 дней. Таким образом, получение ВНЖ дает все те же права и социальный пакет, что и гражданам Турции, за исключением права на голосование и работать на государственных должностях. Ну, на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересную информацию. Вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. Ставьте палец вверх, если видео было полезным, интересным. Письма, вопросы, истории, предложения можете писать в комментариях, а также на почту. Адрес почты указан в описании под видео, также перед вами на экране. А также в описании под видео вы найдете адрес нашего сайта, куда можете кликнуть, чтобы обратиться за помощью в поисках квартиры для аренды или покупки. А также в помощи, обратиться за помощью по сопровождению ВНЖ. Помнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!